Субтитры создавал DimaTorzok Если речь идёт о Александре Григорьевичу Лукашенко, то в политике действуют другие категории, категории интересов. Должен сказать, что мы с огромным уважением относимся к белорусскому народу. И всё, что делается Россией на протяжении десятилетий для поддержки экономики, социальной сферы Белоруссии, делается в интересах белорусского народа. А делается немало. Но я напомню вам, эти цифры, конечно, может кто угодно оспаривать, но поверьте мне, что они объективный характер носят. Не буду говорить о прошлом, хотя понятно, что получая энергоносители из России по бросовым ценам, без всякого этого преувеличения, можно сказать, мы субсидировали экономику очень многих стран бывшего, республик бывшего Советского Союза, в том числе и Белоруссии, на миллиарды долларов. Миллиарды – это без преувеличения. Вот что сейчас, о чём мы сейчас договорились. Мы договорились о том, что мы поставим в Белоруссию в течение года следующего 20-21 миллион тонн нефти сырой. Беспошлино. Это будет стоить нашему бюджету, мы недополучим, 5 миллиардов, примерно 300 миллионов долларов. Мы договорились, правда, о том, что всё, что будет выработано из этой нефти в виде нефтепродуктов, нам белорусская страна вернёт стопроцентно в наш бюджет. Потому что в основном нефтепереработка в Белоруссии работает почти исключительно на экспорт, на нашем сырье. Отсюда мы вычтем примерно 3 миллиарда, и получится 2,3 миллиарда. Мы недополучим. Но мы газ в Белоруссию поставляем беспошлино. Это значит, что наш бюджет недополучит ещё 3 миллиарда долларов. Кроме этого, мы согласились вынести за скобки миллион 700 тысяч тонн нефти, которые добывает сама Белоруссия. И с этого вообще ничего не брать. Казалось бы, это справедливо. Это только на первый взгляд. Потому что вывозные таможенные пошлины на нефть сырую в несколько раз больше, чем вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты. Это ясно, что всё, что они произведут, они вывезут за границу, получат доходы в бюджет, а необходимые ресурсы для внутреннего потребления заместят нашей нефтью. Мы идём на это сознательно, с целью поддержки белорусской экономики. Если мы возьмём сельское хозяйство, то я, как никто другой, знаю, как чувствительно относятся наши сельхозпроизводители к поступлению на наш рынок товаров по импорту, в том числе и из Белоруссии. Допустим, сахара. Что происходило в последние годы? Да, наши друзья и коллеги вырабатывают сахар из свёклы, но они всё, что вырабатывают, на наш рынок направляют в основном, тростниковый завозят и продают у себя. 90% мясопродукции, произведённой в Белоруссии, идёт на российский рынок. 80%, 70% примерно по другим видам сельхозпродукции. И так почти по каждому направлению, включая и машиностроение. Ну, там меньше, где-то процентов 40 идёт на наш рынок, и автотехники. Поэтому говорить о том, что Россия ведёт себя некорректно, вот такая постановка вопроса, не имеет под собой никаких оснований. И я хотел бы вот что сказать в завершение, отвечая на этот вопрос. Как бы у нас не складывались отношения с белорусским руководством, а там искрит время от времени, но я, например, никогда не, вот я лично никогда не позволял себе никаких выпадов в адрес белорусского руководства. Но как бы там ни искрило, надо сказать и сказать об этом честно. Всё-таки белорусское руководство взяло ясный, твёрдый курс на интеграцию в сфере экономики с Россией. И, безусловно, этот выбор заслуживает поддержки и уважения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова